Новое видео выходит каждый день в 20.00. Текстом говорю, что вот допустим, то что я сделал, это не разоблачение, или то что я сейчас сделал, это не сам по обзор, однако все равно, сука, говорят, что я пытаюсь кого-то, блять, разоблачить, но тут, тут никакого разоблачения опять-таки нету, даже близко к этому ничего нету, я просто подискутирую на одну очень интересную для меня тему, да и думаю для вас так же, если вы подписаны на мой канал. И сегодня я хотел бы затронуть тему о том, что в Сампе абсолютно нету конкуренции, нет, ни в коем случае не среди ютуберов, среди ютуберов конкуренция дико большая, максимально большая, и поэтому ты должен делать что-то экстренно-неординарное, чтобы вот как-то подняться среди вот этих вот всех ютуберов, вылезать там ни одно очко, снять коллабу, ни с одним ебучим пидорасом по типу Брулёва, Лайджокера и так далее и тому подобное, Мараса Шакура, возможно, я не знаю. Кого угодно, то есть вы можете знать весь этот змеиный клубок, однако я сейчас вам его перечислять не буду, можете попросить меня, чтобы я рассказал вам о том, кто состоит в этом самом змеином клубке, просто я сейчас всех не вспомню, там слишком дохуя людей, которые мне вот максимально неприятны. Так вот, в САМПе среди серверов абсолютно нет конкуренции, и так было всегда, так было, ну прямо всегда. Один какой-то проект, он вырывается вперед, а все остальные сосут Бибу и даже не пытаются его как-то обогнать. И то, что мы можем видеть сейчас, это пример удачной рекламной кампании и удачных обновлений, однако, то есть тут опять-таки нужно быть удачливым и знать вот каких ютуберов купить, какого пиар-менеджера поставить. Нет, не Николая Бурцева, ни в коем случае Николая Бурцева, это вы проебете, стопроцентно, стоп, блять, пудово. Вы стопроцентно проебете, если возьмете Николая Бурцева, не делайте, блять, этого никогда. Этот человек, он абсолютно не знает то, что он делает, он абсолютно не знает свою работу, и делает ее, блять, ну максимально на отъебись. То есть он даже не отвечает за какие-то выплаты, он... Работа с ютуберами, блядь, работа с ютуберами, Николай Бурцев, блядь, как он с ними работает, до сих пор для меня остаётся полнейшей загадкой. Что уводит их с одного сервера на другой, или что, блядь, как он работает? Ну, как он работает, блядь, с ютуберами? Вот мне лично это непонятно. Вот когда-то недавно, или уже давно, это, по-моему, было ещё до Нового года, я общался с Вакоэнкором, и, блядь, он говорил, что, блядь, Николай Бурцев выполняет работу с ютуберами, однако он до сих пор, наверное, не знает, в чём эта самая работа заключается, потому что он мне что тогда не смог сказать, что сейчас. В общем, ладно, я думаю, что сейчас-то, ну, знаете ли, не особо-таки важно. В общем, конкуренция в САМПе, то есть, изначально, вот, был САМПРП, потом появился Адванс Ролеплей, и САМПРП как-то не особо обращал на него внимания, то есть, и Адвансу удалось обогнать САМПРП в какой-то момент, то есть, это случилось максимально быстро, и на Адвансе онлайн вот так вот стал повышаться по сравнению с САМПРП. Однако, в то же время появился Даймонд Ролеплей, который делал мод на основе Адванса, потому что основатель Даймонд Ролеплей был главным админом на, по-моему, вайт-сервере Адванс Ролеплей, именно поэтому все системы ему были знакомы, и Даймонд Ролеплей поначалу максимально был похож на Адванс Ролеплей своим игровым модом. И вот, Даймонд Ролеплей провел удачную рекламную кампанию среди огромнейшего количества больших GTA-самп-ютуберов, и вот эта вот рекламная кампания по поводу больших самп-ютуберов упала на тот момент времени, когда большое количество людей начали узнавать о САМПе. Лично я, то есть, пришел в САМП, вот, по-моему, от Евгехи, или наподобие того, то есть, я узнал, что САМП существует до сих пор при помощи рекламных роликов от Евгехи. Посмотрел тогда все ролики по САМПу от Евгехи, это было охуительно. Господи, какие же у него были охуительные летсплеи, потом я познал Адрюху Киевского, Балта Ховолкса, и вообще от этого охуел. Было настолько охуительно, были настолько охуительные ролики по САМПу, что сейчас я сижу на стуле и говорю в микрофон, обсуждаю какие-то САМПовские темы, однако я отнюдь не олдфак САМПа, я такой, знаете, ньюфэжик, как и большинство современных GTA-самп-ютуберов, однако имем то, что имем. И Даймонд Ролиплей стал доминировать над Адвансом, и конкуренции не было никакой, просто Даймонд Ролиплей успешно закупил GTA-самп-ютуберов, и в один момент, вот просто он вырвался на первую строчку рейтинга, оставив Адванс позади, однако они никак не конкурировали. Они, то есть, не делали какие-то похожие системы, не было у них каких-то внутренних конфликтов, нет, просто Адванс был на одной стороне баррикад, а Даймонд на другой стороне баррикад, и вот в один момент, то есть они, вернее, Даймонд купил вот эту вот самую рекламную кампу, провел активную рекламную кампанию в числе больших самп-ютуберов, даже не самп-ютуберов, а просто ютуберов, и получилось все так, как получилось. И потом, потом, то есть, без какого-либо предупреждения, разъебанная от Данила Геррера Аризона, не имеющая за плечами абсолютно ничего, берет Станислав, ладно, не берет Станислав, а как так получается, что Станислав становится мега квалифицированным пиар-менеджером, то есть до этого я о Станиславе не слышал ничего, то есть я играл на Аризоне и так далее, я не слышал о нем абсолютно ничего. И тут, то есть, оказывается, что это один из лучших, если, да это, наверное, самый лучший пиар-менеджер, блядь, во всем самп-сегменте, это охуительный пиар-менеджер, настолько охуительно он работает с тобой, он производит выплаты, он, блядь, он охуительно все делает, он прям, ну он молодец. То есть, я, блядь, я хочу, чтобы он жил вечно, он настолько охуительно работает с GTA самп-ютуберами, он может как-то там, я не знаю, не то, чтобы войти в положение, а просто вот тебе, допустим, нужны какие-нибудь там азекоины и так далее, он будет снимать пранк с Баторией, но зайдет и выдаст тебе, подождет тебя на этом самом сервере и выдаст тебе азекоины, чтобы ты купил голод рулетки и заснял ролик. Так было и вот лично со мной. Это охуительно. Просто охуи, у меня нет слов больше. Однако мы опять же отвлеклись. И вот тут Аризона начинает закупать практически всех самп-ютуберов. Это происходит опять-таки молниеносно. И вот Аризона уже топ-1 сервер полный, никакой конкуренции не было абсолютно. То есть, просто вся конкуренция в Сампе это удачная рекламная кампания и хорошее нововведение, а также обновление. Все. Секрет успеха в Сампе таков. Однако тут опять же нужна удача. То есть, если бы Андре Сукре не выгнали за Гранд Роллиплей или наподобие того, то Аризона не смогла бы взять его к себе и по итогу... То есть, все ютуберы пошли на Аризона именно вот с Андре Сукре. То есть, все убедились в том, что на Аризоне можно сотрудничать, что Аризона выплачивает, что Аризона не наебывает. И все получилось вот так вот. Просто охуительно. То есть, просто охуительно рекламная кампания. Я не знаю, что можно еще сказать. Аризона, она прям охуительно. И, понимаете, конкуренции не было никогда в Сампе. То есть, и сейчас даже. Ну, нельзя же сказать, что какой-нибудь Даймонд или Адванс, или уж тем более Самп РП, что они как-то конкурируют с Аризоной. Нет. Они просто пассивно там выпускают какие-то свои обновления в углу, когда Аризона, там, я не знаю, возможно, в скором времени будет открывать десятый сервер. Вы понимаете просто, насколько это охуительно? Вы можете это понять? Никакой... Они не стараются обогнать Аризону. Они абсолютно ничего не делают. Их ебет Аризона, им похуй. То есть, абсолютно поебать. Вот их ебут, а они, то есть, ну, ждут. То есть, они сосали, их ебали, как говорится. Они дрочили, то есть, их ебали. Они ебали, их сосали. Я не знаю. То есть, все вот наподобие этого. И, ну, ну, прям охуительно. Вот прям... Конечно, то, что нет конкуренции, это хуёво. Однако, вот, Аризона, она заслуживает того онлайна, который она имеет. И заслуга, скорее, это заслуга больше Станислава. Потому что то, что делает Станислав, это оху... Он работает, блядь, за десятерых, наверное. Он охуительный директор. Он охуительный, вот этот вот следящий за форумом и так далее. И как человек, он сам по себе охуительный. То есть, понимаешь, на всех серверах, на которых я сотрудничал, к тебе обращаются на вы. Блядь, на вы. И ты постоянно придерживаешь деловой стиль общения. Я ненавижу деловой стиль общения. Все эти формальности. Здравствуйте, до свидания, как у вас дела там. Хотите, я ум отсосую и так далее? Нет. А вот когда с тобой общаются привет там. То есть... В общем, блядь, общаюсь с тобой как с другом. Я люблю вот эту вот неформальность. Когда нет вот этого вот делового стиля общения, на который все так задрачивают. Это охуительно. Так и надо. Так, почему-то сервера этого не понимают. И общаются с ютуберами как с какими-то деловыми людьми. Это пиздец как смущает. Когда вот ты боишься лишний раз написать по поводу какой-то там проблемы и так далее. Потому что нужно подбирать какие-то правильные слова и так далее. Это пиздец. А вот когда ты общаешься с пиар-менеджером как со своим старым другом. Вот это охуительно. И в самом деле Аризон заслуживает того, чтобы быть сейчас в топ-1 сампа. И заслуга это больше Станислав. Ну, конечно, Валик тоже делает обновление. Но вот именно Станислав со стороны директора оказывает максимальный импакт в онлайне Аризоны. И за это я хочу сказать ему спасибо. Агроматнейшее спасибо Станиславу за вашу работу. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok